Зеленский, красавец Неудобства типа инаугурации И прочие тяготы связанные с президентской должностью Вообще ведет он себя пока блистательно красиво Ну то, что он запретил свои портреты в кабинетах Он пришел пешком Он селфится на улицах с какими-то девками Но вот не мог не проколоться На одном все-таки прокололся Он сказал, называйте меня Владимир Хотя если он решил играть вот в такого 100% выигрышного антипутина То, конечно, ему надо было каким-то образом имя свое скрывать Но он понял, что есть предельно выгодная, красивая позиция Вот этот антипутин Противопоставить себя мрачной, тяжелой, мордорской Окруженной охраной И пустынным улицам действительности России И на этом нарабатывать очки То есть все равно ведет себя он красиво и умно Но не следует от него Я хочу обратиться как раз к Украине К Украине, да Не следует ждать слишком многого Потому что тот, кто ждет от Зеленского решения проблем Он просто трагически не понимает принцип президентствования Президенты не решают проблемы Они их только создают От президента требуется Вести себя красиво в соответствии с выбранным амплуа И уметь делать вид, что все созданные им проблемы Неизбежны и продиктованы логикой истории Хотя понятно, что Вот мы просто на своем примере в России Хорошо знаем, что это проблемы Действительно продиктованные логикой истории Но надо было еще их из этой Ну, хорошо Ну, вот, кстати, к Зеленскому Да, еще вот тут вопрос пришел Что, как мы здесь можем хладнокровно И дружелюбно обсуждать человека Который имеет своим идеалом Или, по крайней мере, не шарахается в сторону от Бандеры Это кто? Зеленский, Виталий Наумович Ну, сберитесь Зеленский, да, совершенно верно Ну, я могу сказать, что у каждого народа У каждого государства свои герои Где-то, например, там, в Польше или в Беларуси Александр Васильевич Суворов Культивируемый здесь, в России Считается чудовищным по своей омерзительности, подлости и кровопролитству Военным преступником Что логично Который приводится в пример Да, абсолютно логично Потому что мы помним, что Александр Васильевич вытворял В Варшаве На землях, которые... Да, и в предместях Варшавы В предместях Варшавы, которые называются Прага Что он вытворял с людьми, которые не хотели подчиняться российской короне Или, например, вот там вот Когда начинают Сильно штурмовать Украинского Бандеру Я сразу всем напоминаю, что Смотрите, а вот у чеченцев есть оба шамиля, да И в том числе басаев Которые для чеченцев как были герои Так и будут героями всегда Хотя уж кто пускал кровь России более основательной, чем эти два шамиля Трудно себе, наверное, даже в истории вспомнить И они регулярно эти, в общем, яички-то откручивали государству российскому Тем не менее, вот кто-нибудь попробовал бы по поводу шамиля сказать хотя бы одно слово из тех слов, которые говорится про Бандеру Хотя и они однозначно являются формально врагами России и российской государственности Продолжение следует...